Коллеги, рядом со мной Станислав Никитин, это спикер нашей бизнес-сессии, которая пройдет завтра, и тем интереснее будет смотреть интервью сегодня. Здравствуйте, Станислав! Здравствуйте! Раскройте завесу тайны, какая тема завтра у нас будет? Насколько я понимаю, в трое полное дня мы будем разговаривать о стартапах применительно к современному ритейлу. Каким образом современные технологии могут помочь современному ритейлу? Так как мы представляем компанию, которая как раз такие технологии развивает, вот я и предполагаю, что, скажем так, сессия будет интересной. Во всяком случае, то, чем занимаемся мы, в общем, пользуется большим спросом и у поставщиков товаров в сети, и у самих сетей. Я думаю, что помимо меня кто-то будет еще выступать, поэтому я думаю, будет интересно. Хочется подробностей, зачем занимается ваша компания, чем вы популярны всем игрокам рынка? Компания является агрегатором для таких людей, которые называются мерчендайзеры. Это люди, которые выкладывают товар на полки магазинов, но плюс дополнительно делают какие-то еще вещи. Например, ротируют по срокам годности товар, обновляют ценники, собирают какую-то информацию по требованию заказчика. В основном на наши услуги спрос, конечно, у поставщиков в сети. Дело в том, что в России есть такая особенность, в отличие, допустим, от Европы, сети, как правило, ничего не имеют против того, чтобы мерчендайзеры поставщиков приходили в магазины и помогали выкладывать товар, который уходит и уходит и уходит с полок, особенно, когда речь идет про товар с короткими сроками, которые быстро уходимы и так далее. Мы, собственно говоря, создали агрегатор. Это, в общем, аналог такси-агрегаторов, когда любой гражданин, которому требуется подработка, требуются деньги, может в свободное от работы или от учебы или от чего-то еще время зарегистрироваться в нашем сервисе, пройти обучение и работать мерчендайзером в сетях. То есть это возможность людям подработать и возможность ритейлерам получить рабочие руки в нужное время, в нужном месте? Ну, тут, как бы, получается три игрока. Первый – это, собственно говоря, граждане, которым нужна подработка, потому что, как известно, по статистике доходы у нас в последние годы падают, спрос на нормальную, качественную, постоянную подработку есть. Плюс заказчиками являются, а, это, собственно говоря, поставщики сетей, особенно большие компании, а, б, непосредственно сами сети, потому что сети тоже тестируют сервисы, когда они могут дополнительные руки привлечь, особенно на какое-то короткое время. Но вот мы пытаемся сейчас, скажем так, с одним из мейджоров ритейл рынка запустить пилот в городе Воронеж. Отлично, мы пожелаем вам удачи и, надеюсь, завтрашняя бизнес-сессия тоже пройдет очень интересно. И всем нашим зрителям настоятельно рекомендуем ее посетить. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok